Новый очаг В случае заболевания африканской чумой свиней зафиксированы в Алатарском районе. Быть или не быть, на Чебоксарском градосовете рассмотрели проект «Новые высотки». Растение республиканского значения. В Чувашии будет возобновлено производство хмеля в крупных масштабах. Чебоксары должны стать комфортной зоной для ведения бизнеса и инвестиций. Такую задачу перед муниципальными властями поставил глава республики. Накануне подвели итоги социально-экономического развития столицы за полугодия. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Качество жизни горожан напрямую зависит от реального сектора экономики. Работа, социальные услуги, жилье – три кита, на которых держится муниципалитет. Глава администрации столицы республики отмечает, что за последние пять лет в Чебоксарах было реконструировано большинство дворов. Продолжаются работы по ремонту дорог и домов. В городе улучшается демографическая ситуация. Ежедневно уровень рождаемости почти в два раза превышает смертность. Сегодня население города более чем 493 тысячи человек. Задача на перспективу – отремонтировать тротуары во дворах и микрорайонах. На их состояние градоначальникам часто жалуются жители. Программа реконструкции и строительства новых пешеходных дорожек уже разработана. В целях обеспечения безопасности пешеходов необходимо построить 30 тысяч метров новых тротуаров и отремонтировать 210 тысяч квадратных метров существующих тротуаров вдоль магистральных дорог. Для этих целей потребуется 290 миллионов рублей. До конца года в столице появится более тысячи новых рабочих мест. Предпринимателям власти города дают зеленый свет. В перспективе будет реализовано более 40 инвестиционных проектов. Чебоксарские власти продолжают бороться с неформальной занятостью. Рейды проводятся каждую неделю. Мы ходим по квартирам и рынкам, швейным и строительным площадкам. Требуем у перевозчиков заключение трудовых договоров с водителями маршрутов. Выявлено около 5000 нелегальных работников. 22% от контрольных показателей в 20 тысяч человек. Большая часть доклада главы администрации города была посвящена бюджетной политике. За полгода в столичную казну поступило порядка 4 миллиардов рублей. В структуре бюджета около половины составили собственные доходы. 1 миллиард 700 миллионов рублей. Наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу. Около 70%. Традиционно на территории города формируется основная сумма налоговых поступлений Чувашской республики. Часть средств в виде межбюджетных трансфертов возвращается в бюджет города. Так, по итогам 2015 года из 19 миллиардов поступивших в республиканский бюджет 13 миллиардов собрано в городе Чебоксары. Я как глава республики работаю в 2006 год. Вы слышали когда-нибудь, что бы я делил там, да? Вот мы отчисляем как налогоплательщики. Республика там столько-то, столько-то нам дают, столько-то. Я прошу здесь по всем этим межбюджетным отношениям очень корректно высказывать в своих докладах. Приоритетная задача сократить количество так называемых разливаек. На работу одного из таких кафе пожаловалась общественная активистка. Вынагряется это постановление новое по ужесточению требований, и они попадут под это требование. И второе, это нормативный акт муниципалитета, который я озвучил. Если там и действительно имеются социальные объекты здравоохранения, то, опять же, возвращаясь к этому акту, муниципалитет должен установить границы, расстояния, на которых не могут располагаться эти наливайки. В столице республики выросло и количество управляющих компаний-должников. Навести порядок в этой сфере необходимо в сжатые сроки. Надо убедить жителей, чтобы они отказались от этих фирм, соответственно, и наняли других подрядчиков. Все это открыто, все это прозрачно должно быть. У столицы прослеживается явная положительная динамика социально-экономического развития. Тем, кто работает на благо города, глава республики вручил награды. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Считанные дни остаются до начала учебного года. Готовность учебных заведений, а также специальных сил и средств по обеспечению антитеррористической безопасности обсуждали сегодня в правительстве Чувашии. Обеспечение защиты общества от любых террористических угроз и правонарушений – важнейший приоритет работы органов власти всех уровней, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. По большинству параметров, почти все образовательные организации республики приняты приемными комиссиями за небольшим исключением. По данным Минобразования, в этом году их будет 999. На подготовку мероприятий по безопасности в этом году было направлено 20 миллионов рублей. На 2 миллиона больше прошлогоднего. Подтвердилась и стопроцентная готовность школ с точки зрения пожарной безопасности. Это благодаря тому, что много лет и действовала программа, и, наверное, благодаря тому, что те недостатки, которые выявлялись, все-таки были устранены. Впервые, наверное, то есть мы год открываем с тем, что везде во всех школах установлена система доведения сигнала о пожаре до пожарных подразделений. Это множество было введено два года назад. Особое внимание с точки зрения спецслужб необходимо уделить обеспечению контроля при въезде на территории всех учебных заведений. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Республике. Очаг зафиксирован в Алатарском районе. Там уже введен карантин. Заболевание обнаружено в селе Сурский Майдан Алатарского района. В границе так называемой первой угрожаемой зоны попали пять поселений района. Там поголовье будет уничтожено. Во вторую угрожаемую зону, где сейчас будет проходить тщательная проверка, вошли три города и 16 районов Республики. Распоряжением главы администрации Алатарского района на территориях Междуреченского и Кувайкинского сельских поселений введен режим чрезвычайной ситуации. Напомним, первый очаг в Республике выявили в селе Напольное Парецкого района. Карантин там введен 17 августа. Запрещена торговля свиньями, продуктами свиноводства, проведение ярмарок, ввоз свиней и их свободный выпас. А в Цивильском районе продолжается уборка хмеля с места сбора. Наша съемочная группа. Мучает бессонница? Хотите успокоиться? Скрутил радикулит? Или есть проблемы с волосами? Шишки хмеля обладают тонизирующим, общую крепляющим эффектом. А по своим лекарственным свойствам они превосходят салициловую кислоту. В медицине хмель применяют в качестве снотворного, болеутоляющего, при язве, нефритах, туберкулезе легких, заболеваниях суставов и селезенки. Ну и, конечно, хмель – неотъемлемый компонент современного пива. Находимся на хмельниках Чувашского научно-реского института сельского хозяйства. Хмельники в институте у нас занимают, участков занимают 15 гектаров. Из них под насажениями 12 гектаров. В настоящее время мы вышли на уборки ранних сортов хмеля. Урожайность сейчас выходит в пределах 15 сельднеровских гектаров. Мы вполне можем конкурировать иностранным хмелем, потому что мы можем обеспечить хмелепроизвающим хозяйством и ароматные сорта, и хмель с высоким содержанием альфа-кислоты. В коллекции Чувашского института сельского хозяйства 250 сортов хмеля. Нашему селекционному процессу по выделению генисточников нет аналогов в отечественной практике. А коллекция Чувашии стоит наравне с Чехией, Польшей и Украиной. Мы сохранили коллекцию, где у нас насчитывается 250 сортов образцов. Здесь она числится в этой коллекции как генефонд и находится на уровне мировых коллекций. Это как Чехия, Польша, Украина. Еще мы сохранили технологии выращивания хмеля. Полностью у нас имеются механизмы. Дальше у нас есть специалисты, которые умеют работать на хмельниках. Значит, знают специфику этого хмеля. Дальше мы занимаемся не только производством товарной хмели, дальше и ведем научную силу работу. Хмель для чувашского народа имеет символическое значение. Изображение хмельной лозы с шишками приветствуют на гербе нашей республики. Оно является образом традиционного богатства чувашского народа. Было время некоторого упадка отрасли, но в ближайшее время по поручению правительства нашей страны будет разработана программа по развитию хмелеводства. И по прогнозам специалистов, за 10 лет только в Чувашской республике можно будет полностью восстановить производство хмеля. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев. Республика. Быть ли новой многоэтажки напротив Мегамола? Если быть, то какой? Это решали накануне на градостроительном совете в Чебоксарах. Подробности в репортаже. Заседание градостроительного совета последнее время напоминают роман «Отцы и дети». Молодые архитекторы представляют проекты. Опытные городские изучи, которые сами же преподавали у молодых в университете, разносят их в пух и прах. Так было и в этот раз. На рассмотрение градостроительного совета представили проект высотки, который планируется расположить между стадионом «Спартак» и Мегамолом. Рассматриваем объект. Это многофункциональный комплекс с жилыми единицами. Данное здание со встроенными объектами обслуживания расположено на пересечении улицы Калинина и Молодежным переулком. В настоящее время участок свободен от застройки, объектов капитального строительства нет, объектов культурного наследия нет. Согласно правилам для непользования застройки города Чебоксары, для участка определенная зона О3. Это зона общественной деловой активности вблизи транспортных магистралей. Первое, на чем не сошлись представляющие и слушающие стороны – тип здания. Проектировщики утверждают, это многофункциональный комплекс, пусть и с жильем. Большая часть членов городосовета настаивает, раз имеются квартиры, а их запланировано 217, то это как ни крути жилой дом, и необходимо соблюдать строительные нормы для жилья. Второе – не устроила подача. Не понравился мне генплан. Он вообще слепой и непонятный. Мы когда студентов учим, мы всегда начинаем с генплана, всегда их ругаем, они почему-то думают, что генпланы – это так, чтобы было. Ну, чисто архитектурно, не хватает какой-то вот, ну, вот есть какой-то объемчик, вот собранный вот на клочке, да, нужна какая-то городостроительная вот эта вот обстановка. Ну, как мы обычно говорим, развертка улицы и что-то такое. Это как бы, ну, прямая профессиональная задача вообще-то архитектора. Председатель правления Союза архитекторов Чувашия Сергей Лукиянов отрезал. Подача не поможет. Вот здесь вот надо начинать все сначала. Эта территория не для этого объекта. А объект сам по себе архитектурный, я его критиковать не хочу. Он довольно выразительный. И стекло, и там другие вещи. Это архитектурное право, и такой объект и может появиться, не знаю где. Вот его надо обсуждать тогда, когда будет градостроительно обосновано размещение. Иными словами, проект одобрения не получил. А значит, авторам, судя по всему, еще не один раз придется защищаться перед градсоветом. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Закопать нельзя строить. Такая ситуация сложилась вокруг котлована у 4-й столичной гимназии. Уже несколько лет не утихает битва за стройплощадку. С одной стороны, администрация города, которая пыталась запретить строительство административного центра. С другой, застройщик, у которого закончились деньги и, видимо, желание вообще строить. Но зияющая дыра в центре столицы уже угрожает безопасности людей. Уже становится традицией. Накануне 1 сентября на этой стройке подмывает грунт. В этом году ЧП произошло сразу после непродолжительных ливней. В текущую неделю сотрудники водоканала засыпают обвал и восстанавливают пешеходную дорожку. Здесь наша коммуникация находится. Канализация и водопровод в непосредственной близости от существующей строительной площадки. Никто не гарантирует, если здесь не начать работы по усилению и предотвращению оползневых сползаний грунта, то эта сеть может выйти из строя. То есть ее просто унесет вместе с котлованом, с землей, вот в этот вот, извините, котлован и сеть перестанет функционировать. А эта сеть, ну, триквартальная. Администрации города считают, что авария на водопроводе спровоцировала обрушение грунта. Сейчас нужны серьезные инженерные работы по укреплению стенок котлована. Накануне 1 сентября здесь произошла авария на водопроводе, в результате чего произошел подмыв грунта и обрушение тротуара. Но нельзя сказать, что это было вызвано исключительно аварией на водоводе. Это было вызвано в том числе и тем, что здесь в непосредственной близости находится котлован, на месте которого планировалось и планируется пока еще строительство административного здания, застройщиком которого является новая телефонная компания. То есть в совокупности причин произошло небольшое проседание грунта и, соответственно, разрушение тротуара. Арендатор земельного участка и застройщик одно юридическое лицо – новая телефонная компания. Хоть ее директор Алексей Лапин и осужденная 5 лет за мошенничество, компания работает и уверяет, что вот-вот начнет строительство. Правда, со стройплощадки уже увозится техника, нет охраны и рабочих. В течение недели администрация города пытается заставить новую телефонную компанию начать работы по укреплению стенок котлована. Но застройщик обещает сделать это каждый день. Новый срок – понедельник. От общения с прессой представитель застройщика отказался. Первая задача – создать безопасные условия. Для нас стоит. Второй момент – мы в настоящее время судимся с застройщиком о расторжении договора аренды земельного участка в связи с тем, что имеются достаточно серьезные долги по арендной плате. Договор аренды этого участка заканчивается осенью 2016 года. Сейчас ведется работа по расторжению договора, в том числе и в судебных инстанциях. Если вопрос будет решен, то один из вариантов использования данного земельного участка – это либо открытая площадка спортивная, либо крытый пункт. Какие бы планы ни были у администрации города, в первую очередь надо укреплять стенки котлована. Непосредственной близости от стройки – спортивная площадка гимназии номер 4. И кто знает, не будет ли обваливаться грунт в сторону учебного заведения. Тогда последствия будут совсем другие. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин. Республика. Чувашские полицейские задержали подозреваемых в совершении крашу жителей Чебоксар. В августе в МВД по Чувашии начали поступать заявления о пропаже ценных вещей и денег из квартир. Как правило, потерпевшими остановились женщины довольно преклонного возраста. Как выяснилось, злоумышленницы под различными предлогами попадали в квартиры пенсионерок. Одна из посетительниц общалась с хозяйкой, отвлекая внимание от второй гости, совершавшей кражу. По оперативной информации, к совершению преступления могли быть причастны жители Ульяновской области. Сотрудники МВД задержали трех женщин и мужчину, которые снимали жилье в Чебоксарах. В совершении преступления на территории Чебоксар признается только одна из них. Остальные уверяют, что никаких противоправных действий они не совершали и находятся в городе исключительно с целью поиска своей троюродной сестры. Все задержанные уже неоднократно попадали в поле зрения полиции Ульяновской области. Госавтоинспекция по городу Чебоксара просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 18 августа около 15 часов дня возле остановки общественного транспорта СССР по дороге в Лапсары. Водитель наехал на пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Телефон дежурной части госавтоинспекции по городу Чебоксары 24 07 70. О безопасности на дорогах говорили и на пресс-конференции ГИБДД. Ребенок в большом городе – это ребенок в окружении дорог. Как ни крути, ему приходится сталкиваться с переходами, мчащимися автомобилями, маршрутками и прочими радостями цивилизации. Только за 7 месяцев этого года на дорогах столицы Чувашии произошло 38 дорожно-транспортных происшествий. 40 детей получили травмы различной степени тяжести. Но в целом в этом году количество ДТП с участием детей сократилось более чем на 17%. Наибольшее количество пострадавших детей зафиксировано в выходные дни в пятницу и воскресенье – 11,9 пострадавших, соответственно. Наиболее аварийное время суток для несовершеннолетних участников дорожного движения с 12 до 15 – это 8 пострадавших. По статистике, самый аварийный возраст пешеходов от 7 до 11 лет – это ученики начальных классов. И, пожалуй, единственный, помимо теории, реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге – это фликер на одежде. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля выхватывают пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз. Что касается фликеров, при езде с ближним светом, расстояние, на котором можно заметить пешехода, это всего лишь 25-30 метров. Даже при освещении дорожной уличной сети. Если на пешеходе присутствует световозвращающий элемент, то расстояние, которое видит водитель, увеличивается до 130-140 метров. Это колоссальное расстояние. То есть то расстояние, на котором уже можно как-то среагировать. Даже при внезапно выбежавшем на дорогу пешеходе. Внимание, дети! Под таким названием уже который год проходит акция в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Чувашии. Сотрудники госавтоинспекции проверяют состояние подъездных путей к школам, наличие дорожных знаков, разметки светофорных объектов и ограждений. И как обычно, в начале сентября во всех общеобразовательных учреждениях республики пройдут уроки по безопасности дорожного движения. Кстати, продлится акция до 11 сентября. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. С завтрашнего дня, с 27 августа, на Московском мосту в Чебоксарах сместят полосы движения для транспорта. В связи с проведением ремонтных работ, ширина крайних полос движения составит 3 метра 40 сантиметров каждая. Две внутренние полосы будут по 2 метра 75 сантиметров. На участке, где сместят полосы, установят информационные щиты. Действовать ограничение будет до 30 октября. Будьте внимательны при движении по мосту. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова